всем привет друзья меня зовут алексей хохлатов я один из топ лидеров проекта лови кэшбэк член лидерского совета президентского совета и в общем уже два с лишним наверное два с половиной месяца в проекте о нем знаю практически все общаюсь непосредственно с руководством и ну в общем знаю о проекте столько что можно в общем то его презентовать поэтому позволю себе сегодня впервые в истории наверное проект лови кэшбэк вот на общей такой презентации не только для своей команды вообще до всей компании для любых партнеров провести вот эту пробную презентацию надеюсь она будет не пробная а настоящая прям такая вот я пока работал в виде видео то есть заранее записывал видео презентации и x их соответственно показывал людям и таким образом презентации работали а теперь у нас живая презентация вот непосредственно один в один поэтому на будущее сразу скажу что во вторнике в 19.00 буду проводить такие презентации они будут все время свежие может быть слайды будут те же самые какое-то время но презентации будут меняться в том смысле что я не очень люблю каждый раз говорить одно и то же вот поэтому каждую неделю можно заходить и услышать для себя что-то новое кроме того помимо презентации у нас с вами будет еще вопросы и ответы которые я в конце буду давать возможность задать ну и соответственно и буду отвечать а уж это совсем неповторимая часть презентации поэтому в каком-то смысле те кто уже в проекте лови кэшбэк могут заходить моей презентации и получать ответы на вопросы ближе к концу ну естественно сначала презентация для того чтобы ответить на тотальное большое количество вопросов которые у всех есть по молчанию просто сразу ответить вот идти которые останутся неотвеченными в процессе вот такого монолога уже в конце на сессии вопросов ответов будут мной озвучены так вопросы и ответы вопросы можно будет задавать как письменно в чате так и устно ну то есть просто путем поднятия руки я буду давать слово и если вы уже имеете вопрос по ходу презентации я вас прошу его записывать где-то отдельно на листочке или где-то в блокнотике в текст файле например и потом его уже копировать когда будет сессия вопросов и ответов сюда в чат я чат читать процессе презентации не буду но когда она закончится это будет примерно через минут 25 я надеюсь хотя по этим слайдам я еще не рассказывал о проекте но я думаю что в 25 минут уложимся и вот через эти 25 минут мы будем с вами напирать на ответы на ваши вопросы вопросов здесь может быть многих проект из элементарный очень простой но технических моментов всяких просто очень много потому что это фактически банковский бизнес мы с вами имеем дело с банками вот а у них все время какие-то там кей войси с документами вопросы всевозможные какие-то зачеты не зачеты ну в общем вопросы есть такого технического порядка поэтому на них тоже будем отвечать ну что для вступительной части достаточно теперь я включаю демонстрацию экрана хочу показать вам слайды презентации это свежие слайды фактически я еще пока не видел чтобы по ним кто-то презентовал проект ну и вот пожалуй я сделаю это впервые я по ним только только вот полчаса буквально назад пробежался посмотрел меня они в полностью устроили очень профессионально хорошо сделаны эти слайды ну я думаю что вам тоже мой рассказ сегодня понравится и так в путь друзья проект лови кэшбэк я бы даже его назвал экосистемой как здесь и написано почему потому что это не просто там одна какая-то компания это целая корпорация бы сказал да это связка банковского сектора как таковой платежной системы виза и плюс и плюс компании кэшбэк форс ну обо всем давайте по порядку так если я немножко буду отвлекаться на вновь заходящих ну не в защите сегодня мы с вами поговорим о том где же здесь деньги почему это вопрос стоит сразу вторым слайдом а потому что фактически деньги мы здесь нигде не платим в проекте то есть с нас не требуется каких-то абонентских плат плат за sms оповещения или там не знаю каких-то там покупок каких-то лицензий что-то еще такого чего обычно требуется всегда даже в кэшбэк сервисах каких-то проектах вот этим проект кардинальным образом отличается от всего что было на рынке что эксплуатировала идею кэшбэк сервисов чаще всего это была извращенная идея потому что кэшбэк сервисы там оттуда дай бог 0 1 процент от всех заработков которые зарабатывают этом проекте а все остальное это всевозможные платы которые вносят участники и не факт что они отбиваются от этих кэшбэков вот здесь совсем по-другому все у нас здесь все абсолютно бесплатно но тогда откуда же здесь деньги давайте сначала немножко статистики в российской федерации россиянами выпущено более или россиянам выпущено более 300 миллионов карт то есть по две карты на одного человека практически получается транзакций совершено в 2020 году больше 35 миллиардов 35 миллиардов транзакций через карты то есть безумное количество платежей идет через карты оборот по картам составил более 14 триллионов рублей это сложно уложить в голове но пока просто вот проникнитесь этими цифрами как говорил отвлекаясь немножко в номер входящих и самое важное банковский сектор зарабатывает с транзакции по картам какие-то безумные деньги которые тоже в голове уложить трудно все мы с вами помним ребрендинг сбербанк очень дорогой ребрендинг который прошел в прошлом году или позапрошлым может быть даже я уже не помню вот и сбербанк отрапортовал о росте доходов в 600 миллиардов долларов ой рублей который в почти в два раза превысил показатель двадцатого года то есть представляете себе в кризисный пандемический год почти в два раза прибыль больше чем в предыдущий а прибыль в тб за первое полугодие выросла вообще в два с половиной раза и цифр просто астрономические так с чего же банки зарабатывают собственно говоря вот давайте так немножечко представимся смотрите если мы с вами рассчитываемся наличными то там возникает много проблем связанных с инкассацией с охраной вот этих купюр да или монеток монетки кстати они стираются бумаги тоже стираются их надо за выпускать заново то есть обслуживать наличную массу в общем банком то накладно вот соответственно у продавцов ну у всех кто имеет дело с деньгами возникают расходы которые связаны с банковским обслуживанием та же самая инкассация но опять же работа с наличными охрана для того чтобы там в сейфах хранить эти деньги и так далее то есть это все неудобно сейчас же деньги стали цифровыми здесь конечно тоже имеет место быть мошенничество имеет место быть за всякие взломы и так далее но прибыли у банков совершенно стали другие то есть по-другому банки стали зарабатывать в основном это транзакционные кэш бы транзакционный эквайринг системы которые платят банкам за то что банки проводят транзакции через карты людям то есть вместо наличных выступают карты следующее поколение это не карты а виртуальный карт но об этом чуть-чуть попозже и так компания кэшбэк форс занимается этим бизнесом предоставил бизнес для нас и эта компания не новичок в области айти технологии в области банковского бизнеса в области обслуживания банков вот ее партнерами являются вот известные в общем на весь мир компании такие как ну во первых несколько банков которые здесь перечислены не последнего порядка во вторых единые расчетные центры и компании которые называются профсоюзами а также вот ренессанс кредит да то есть вот несколько партнеров указаны здесь то есть компания кэшбэк форс для этих компаний которые здесь были перечислены делал эти продукты охват всех проектов с которыми по которым работала кэшбэк форс компания заметьте не лови кэшбэк лови кэшбэк это торговая марка той компании и того проект который я сейчас презентую а кэшбэк форс это на компании о которой этот проект осуществляет так вот кэшбэк форс обслуживает более 30 миллионов человек опосредованное через те компании с которыми она сотрудничает дальше барс банк и кэшбэк форс компания в марте прошлого года 21 запустили пилотный проект который в конце октября прошлого года стал проектом который сейчас мы с вами и презентуем ну были ряд оповещений в средствах массовой информации и не далее как послезавтра будет по первому канала сюжет с основателем нашей компании и сама махменшином в программе доброе утро по этой тематике так что заходите смотрите ну а кто не зайдет тому мы предоставим скидку и задним числом посмотрим не скидку оговорюсь уже ссылку на ресурс первого канала и посмотрим эту передачу задним числом и так у нас есть калькулятора доходов для того чтобы легче было понять этот проект я чуть чуть попозже прибегнул к его услугам к их услугам потому что нас два калькулятора всего для того чтобы было понятнее вообще как понять сколько можно заработать с этого проекта но пока это просто как напоминание о том что мы с вами прибегнем к этому к этой услуги чуть чуть попозже давайте разобремся в выгодах для клиента то есть представьте что вы просто заходите так как клиент первое что нужно это что я уже сказал понять это то что абсолютно бесплатное обслуживание карты и смс уведомления push уведомления здесь тоже абсолютно бесплатно то есть обслуживание стоит 0 рублей в то же самое время как я прочу прошу заметить что во многих банках дается кэшбэки со всех покупок или не со всех покупок с определенными условиями но вы там платите вы платите там рублей 30 а то и 50 за смс оповещения еще рублей 99 или 100 в месяц вы платите за ведение счета ну еще что-нибудь какие какое-нибудь годовое обслуживание там 500 рублей или полторы тысячи рублей по-разному банки выдают кэшбэк но тут же эти деньги забирают в виде абонентских плат здесь никаких абонентских плат нет и при этом в магазинах партнерах которых пока еще не так много их около 500 ну вроде вроде бы как и не очень мало потому что многие из них федеральные такие как ашан или там м-видео какие-то крупные сети и для уже тем не менее магазинов партнеров мы планируем здесь завести более 20 тысяч единиц концу года текущего а концу следующего года более 100 тысяч единиц то есть у нас будет покрытие практически всей россии и не только россии вот кэшбэками которые доходят до 3 до 30 процентов ограничение есть по кэшбэку например в банке тинькофф до 5000 рублей вы больше не можете получить кэшбэка а в лови кэшбэк у нас здесь до 60 тысяч рублей разница заметная по одной карте вы можете иметь несколько многоуровневая партнерская программа например в банке альфа-банк или втб или тинькофф чего же далеко ходить реферальные программы там везде есть то есть если вы по своей реферальной ссылке проведете какого-то партнера вам заплатят 500 рублей 1000 рублей 1250 в зависимости от продукта и заплатит один раз в жизни а лови кэшбэк платит постоянно мало того что она заплатит она заплатит разовую сумму какую-то еще и постоянно с каждой покупки вы будете получать в каждой покупке всех ваших приглашенных вы будете получать доход это отличает наш проект от всех остальных банковских систем лояльности и вот этих реферальных программ а именно вот эта многоуровневость отличает нас от всех остальных ну вот в этой табличке представлены критерии сравнения ну например у нас дается настоящий кэшбэк деньгами тогда когда в других банках обычно даются они баллами бонусами милями и эти баллы и бонусы они или сгорают или есть какие-то определенные ограничения их использования так далее у нас начисляется кэшбэк настоящими деньгами время начисления мгновенно то есть вы их мгновенно видите в своем кабинете но физически вы получаете деньги от двух до пяти дней если мы используем крупные агрегаторы то это до двух месяцев обычно в любых системах лояльности кэшбэке вы получаете от несколько дней до нескольких месяцев иногда даже до полгода доходит простота использования вы можете просто своей картой нашей виртуальной виза картой оплатить где угодно любую покупку в то же самое время как с карт других банков есть определенные ограничения например сбербанк спасибо вы должны платить какую-то сумму в месяц или сделать какое-то количество покупок в месяц для того чтобы вам начислился какой-то кэшбэк я например уже не пользуюсь сбербанк спасибо потому что считаю это какой грабительской системой ну хотя в общем это лично мое мнение кому-то может быть нравится размер кэшбэка доходит до 30 процентов тогда когда у остальных систем обычно больше десяти процентов не начисляется ну и я уже сказал что обычно только разовый подход выплате комиссионных идет во всех банках а у нас многоуровневая система да еще и многоразовые то есть каждой покупки вам платит определенный кэшбэк вот так вот выглядит список наших партнеров где можно получить повышенный кэшбэк вот видите вот здесь и проценты можете увидеть какие вот и категории разные вот уход за собой новые магазины здоровье разные совершенно есть категории можно выбирать магазины вот так по месту расположения их в том или ином регионе приближать удалять карту их достаточное количество а также небольшой такой экскурс в то что вы можете как партнеры здесь уже в нашей системе подключать бизнес или может быть вы бизнесмен вы можете подключить свой бизнес к нашей системы и здесь есть ряд прям преимуществ во первых когда вы например являетесь владельцем ну скажем небольшого ресторанчика почему небольшого ну потому что наша система не больше подходит не для каких-то мега систем а именно для среднего и мелкого бизнеса так вот вы например сегодня пришел к вам какой-то покупатель он посидел у вас вкусно поел и ушел и все вы больше с ним никакого никакой коммуникации не выстраиваете вы они о нем не знаете вы конечно можете какую-то ему карту придумать и так далее но вот эта карта если она не является визой или мастер-карт платежной или мир системы да то тогда человек просто положит храниться в какой-то свой ящик и забудет они да вот вы можете его подключить по телефону но какая у система лояльности мы не знаем скорее всего она ну не такая действенная здесь у нас вы можете получать мотивированный трафик от сети вы можете общаться с каждым клиентом который просто расплатился картой лови кэшбэк то есть не надо ничего особенного как-то их регистрировать что-то еще делать просто он приложил к вашему терминалу в ресторане до или в онлайн магазине каком-то нашу карту и все он уже оцифровался вы уже видите и размер покупки и когда он был последний раз и на какую сумму он в среднем покупает у вас если опять же не первый раз пришел вот и за такого оцифрованного клиента еще и банк платит вам 100 рублей как только он потратил вашем магазине или ресторане первую свою тысячу рублей через нашу карту таким образом вы увеличиваете повторные покупки вы можете увеличить средний чек просто путем предоставления ему каких-то персональных преференций через push уведомления вот вы можете с ним без бесплатно коммуницировать таким образом в то же самое время как многие пытаются подключить систему смс-ов уведомления а каждый смс стоит денег где-то в среднем 1 рубль 1 смс у нас же все получается абсолютно бесплатно кроме одной единственной платы на входе 5000 рублей если вы бизнес представьте всего лишь 5000 рублей и вам система вот этой crm ки она полностью подключается вы полностью пользуетесь вот ну в общем да здесь все остальное написано не будем уже так подробно бежать чем отличие от аналогов которые предоставляют такие же системы лояльности примерно во первых у нас ну меньше 5000 рублей наверное вы не встретить никаких систем да и даже приближающихся по стоимости вот кроме как наша 5000 рублей вы платите если вы бизнесмен за установку этой системы чтобы быть одним из наших магазинов партнеров и 5000 рублей вы кладете на свой же собственный счет для того чтобы платить из него кэшбэк своим клиентам у нас многоуровневая партнерская программа то есть все клиенты которые через вас как бизнес подключили карты лови кэшбэк вы с них будете получать доход не только со своего бизнеса но если бы их транзакции в любых других бизнесах стопроцентная легальность кэшбэк живыми деньгами выплачивает вашему клиенту и банк платит 100 рублей за оцифровку вашего клиента то есть это же круто если вы не бизнес если вы простой человек который привлекает через свою реферальную ссылку таких же простых людей мы таких людей здесь называем сетевиков то есть это сетевики то есть те люди которые строят сеть потребительскую сеть клиентскую да сейчас знаете наверное все уши вам разужали со всех сторон всякие такие продвинутые современные книги что сейчас наступило время эра нетворк бизнесов то есть бизнесов которые строят сети да франшизы сетевые магазины много чего вот поэтому называем людей которые строят сети сетевики какие для вас здесь выгоды это абсолютно пустой рынок то есть здесь нет еще пока на рынке россии нет ни одной компании которая бесплатно делает кэшбэк бизнес это абсолютная легальность вы будете платить все налоги и сейчас это уже надо говорить как плюс они как минус потому что время когда надо уходить от налогов наверное все понимают она уже в прошлом вот для того чтобы государство наше росло для того чтобы нам было хорошо жить нам надо делать первый шаг в сторону государства то есть платить налоги а уже потом спрашивать не от него прозрачность этих расходов не этих налогов в чем у нас в общем то стало в россии гораздо лучше чем в 90 и начало 2000 вот денежных вложений я повторюсь нету вообще никаких то есть вы ничего не тратить вам не надо ничего кроме как просто зарегистрироваться выпустить карту лови кэшбэк виза в системе виза и просто через нее тратить то есть делать все свои обычные покупки там брейхмахерская продукты бензин самолеты вертолеты поезда то есть все что вы обычно тратите только через эту карту вот и все таким образом получается бесплатная фактически перепись населения то есть вы столбите за собой рынок у вас структура растет вирусным образом вы она как бы сама размножается и за счет подключения еще и бизнеса которые только что отрекламировал до этого у вас ваша сеть может расти в десятки раз быстрее потому что через бизнес проходит много людей если каждый десятый хотя бы из этого потока подключает карту лови кэшбэк то это автоматически увеличивает вам вот эту вот вашу сеть так что выгоды здесь очевидные источников дохода здесь много ну первые два они самые популярные потому что в общем мы с них начали это 400 рублей в сеть платит акбарс банк именно этот банк выпустил является банком имитентом нашей карты визы здесь в россии пока по крайней мере у нас будет несколько банков но пока от барс так вот как только каждый из подключенных вами людей по вашей реферальной ссылке потратит первые 5000 рублей банк выплатит 400 рублей в сеть из которых вы получите определенную часть чуть позже скажу какую и 0 5 процента то есть пол процента с каждой траты в любом магазине банк выплачивает также в сеть банк зарабатывает с любой транзакции и поэтому с этой любой транзакции он выплачивает 0 5 процента в сеть сразу скажу что от пол процента в сеть вам достанется где-то примерно пятая часть если вы привлекли человека лично но об этом следующий слайд от компании кэшбэк форс вам платится 4000 рублей за подключение бизнеса то есть той же самой пекарни ресторана парикмахерской любого другого торгово-сервисного мелкого или среднего предприятия то есть вы подключили одно предприятие 4000 рублей вы за это получили и 500 рублей платится вот из тех 5000 которые платят бизнес за подключение 500 рублей платится еще и по реферальной программе в сеть то есть вы получите из этих 500 рублей 20 процентов 10 процентов получит ваш наставник еще наставник еще наставник и дальше О чем я скажу на следующем слайде. Также доходы идут от бизнеса. Партнерская выплата в сеть идет за кредиты и страхование. Кредиты у нас подключаются на следующей неделе вроде как. Страхование уже есть. Страхование от компании «Ренессанс страхования» Каска, ОСАГО. Партнерский кэшбэк начисляется. Если вы подключаете ТСП, торгово-сервисное предприятие, вы получаете не только часть от полпроцента, но и еще одну часть за тех клиентов, которые подключают ваше торгово-сервисное предприятие. Ну и, естественно, до 30% личного кэшбэка за покупки у партнеров. Сколько тут можно заработать? Здесь, по идее, нам на помощь должен прийти калькулятор. Если мы с вами до этого дойдем, во второй части, когда будут вопросы и ответы, я вам на калькуляторе прям покажу. Просто мне надо переключить будет экран, как здесь исчисляются эти доходы, то есть как их высчитывать. Здесь не так просто сразу понять, сколько вы будете получать дохода, потому что сначала они идут очень незаметно, потому что, сами понимаете, полпроцента с каждой транзакции, если у вас еще мало транзакций у ваших людей, если у вас мало еще людей и маленький товарооборот, ну это не прям вот сильные такие суммы. Здесь больше идет работа на перспективу, и начиная с 3-4 месяца вы уже можете получать доход в районе 300-500 тысяч долларов в месяц. А пока, ну вот, например, я по себе скажу. Я начал распространять свою ссылку на карту в декабре, 11 декабря, то есть 3 недели в декабре я работал, я заработал за эти 3 недели всего лишь 250 рублей. Ну потому что люди только включались, только-только какие-то первые траты у них шли, то есть фактически еще оборотов не было. За второй месяц я заработал 9 тысяч рублей. А за декабрь, за февраль, вот сейчас уже прошло 3 недели февраля, да, дайте бог памяти, сейчас я вам скажу, я заработал уже 30, по-моему, 2 тысячи рублей. Вот, то есть видите, динамика 250 за 3 недели, потом за целый месяц 9 тысяч, и вот за 3 недели уже 32 тысячи. То есть динамика налицо. Так, ну ладно, здесь все остальное написано в этом слайде. И это я тоже фактически сказал, поэтому пробежимся вот по тому, что я обещал. Смотрите, если ваши люди начинают тратить деньги через эту карту, я напомню, и это им нисколько не стоит. Они просто делают обычные траты, только не через ту карту, которая у них есть сейчас, да, а через эту, и все. При этом они ничего не платят за обслуживание. Так вот, от этой суммы 0,5%, то есть полпроцента банк платит в сеть, от этой суммы, которая 0,5%, вы получаете 20% за лично приглашенных, 10% за их приглашенных, 10% за приглашенных и приглашенными, и еще 10% за приглашенных, приглашенными и их приглашенными. Вот так вот, да. Это называется многоуровневая система вознаграждения. Кроме того, есть бонус бесконечности, давайте я им тоже. Ну, да, я должен, наверное, на этом слайде еще сказать, что не только с полпроцента транзакционного кэшбэка, но и со всех остальных доходов, которые мы здесь получаем, 400 рублей в сеть, от лицензиатов, от магазинов, которые начисляют, которые встают в систему и платят 5000 рублей, то есть от этого всего идет доход. И та статистика, которую я сказал, вот 259 тысяч у меня была только от двух источников дохода, то есть транзакционный кэшбэк и вот эти 400 рублей за трату, за первые 5000 потраченных в сеть. Вот, сейчас уже в феврале добавляются траты по лицензиату, добавляются торговые сервисные предприятия, которые платят не только лично кэшбэк, но и в сеть. Часть, сейчас добавится еще кредит, и будет еще много продуктов. То есть фактически заработков будет несколько, а пока я зарабатывал фактически только с двух источников. Вот, так что статистика у вас будет лучше, чем у меня. Вот, и если вы накопили, вся ваша сеть купила через, вот все, кого вы привлекли и кого привлекли эти люди, в целом они потратили миллион рублей, видите, первый столбец, вы получаете со всего объема своей структуры 4%. 3 миллиона рублей потратили ваши люди, вы получаете уже со всего объема структуры 6%. 10 миллионов 8%, вот у меня сейчас, например, 15 миллионов сеть всего потратила, я получаю эти 8%. Когда будет 25 миллионов, 10%, ну и так далее, до 5 миллиардов. Вот, это безусловный бонус бесконечности. То есть здесь вы будете получать доходы из 8, из 88 поколения, то есть до бесконечности. Почему стоит подключиться сейчас? Ну, кто-то считает, что преждевременно еще, да, я могу объяснить, почему у кого-то есть такое мнение. Очень просто, потому что кэшбэки пока начисляются у нас только в магазинах партнеров, в магазинах партнеров еще мало, и можно сказать, что, ну, время клиентов еще не пришло. Отчасти это действительно так, потому что у нас нет безусловного кэшбэка лично вам со всех покупок, то есть мы предпочли платить не вам с ваших покупок, а тем, кто вас пригласил, точно так же, как и вы будете получать с тех, кто вас пригласил. Вот, эта система по-другому совершенно выстроена, чем сейчас это идет в банках. Но дело в том, что если вы подождете, когда будет безусловный кэшбэк личный со всех покупок, то тогда фактически рынок-то уже будет занят. То есть ваши знакомые вам, вашим знакомым, ваши другие знакомые расскажут об этом проекте, они включатся не через вас. И когда клиентское время наступит, фактически вам здесь уже будет делать нечего, потому что всех ваших знакомых разобрали. Кроме того, смотрите, вот вы получаете кэшбэк от того же там Райфайзенбанга, например. Ну, сколько вы получаете кэшбэка каждый месяц? Ну, 300 рублей, ну, тысячу, полторы тысячи, 2500. Вы от этого станете богаче? Ребят, ну, конечно, нет. Ну, конечно, это приятная плюшка, то есть вы получили кэшбэк, ну, здорово, да, но богаче этот кэшбэк вас не сделает. Вот, поэтому, в общем, надо сказать, что если вы здесь вступите в эту систему, то вот то, что вы получаете кэшбэк с ваших людей, вот это может сделать вас богатым, потому что, как вы уже слышали, да, я, получается, за все это время заработал 40 с лишним тысяч рублей. На кэшбэках личных я бы столько не смог заработать, даже если бы я тратил в месяц по 500 тысяч рублей. Вот, а я трачу меньше через карты, да, вот. Вот, получается, как-то так. Так что, ребят, выгодно уже сейчас включаться. А остальное, что я не сказал, оно уже здесь написано на слайде. Давайте пробежимся по последнему слайду или предпоследнему, последний или предпоследний, не знаю какой. Я еще не выучил эти слайды. Значит, получается, предпоследний. Так вот, что даст вам это лично? Доход, активный или пассивный, в том смысле, что если вы будете активно развивать сеть, это будет активный доход. Масштабы и легальность, абсолютно прозрачный доход, который вы можете использовать при получении кредитов, при отчетности в налоговых и так далее, и так далее. Вы сможете здесь заниматься саморазвитием, выступлениями, вот как я сейчас это делаю, да. Вы можете больше общаться с людьми, потому что привлекать здесь очень легко. Здесь бесплатный вход, соответственно, очень много людей заходит, и это дает вам возможность личностного роста, потому что вы больше общаетесь, и вы растете фактически. Это признание, это слава, это выступление, обучение от компании, мероприятия от компании, путешествия, окружение, которое вы будете расширять. Оно уже расширяется не только вашими знакомыми, но и знакомых ваших знакомых. Свобода, независимость, мобильность, минимальные риски и отношения, которые будете выстраивать с новыми людьми. То есть здесь только плюсы, потому что все бесплатно, минусов нет. Если вы не расскажете своему окружению, то эту сделаю я, вот то, о чем я вам говорил. Поэтому лучше вступать сейчас. Ну и вот это последний слайд. Что нужно сделать уже сейчас? Да, ребят, все элементарно и просто. Здесь нет никаких сложных действий. Вы просто берете ссылку у того человека, который вас пригласил на эту презентацию, переходите по этой ссылке, регистрируйтесь абсолютно элементарной регистрацией, сообщаете дату рождения, свое имя, и телефон. Все. Вы увидите, как приятно здесь регистрироваться, потому что никаких простыней не надо заполнять, никаких документов не надо отправлять, все автоматизировано. После этого вы уже получаете свою карту визу, делаете апгрейд карты, то есть на следующем этапе вы сообщаете паспортные данные и смилс. Все. Вам выпускается апгрейдовская карта, вы можете тратить до 200 тысяч рублей через эту карту в месяц, до 60 тысяч рублей за единоразовый платеж, и фактически после траты 5 тысяч рублей вы получаете свою реферальную ссылку и начинаете рассылать ее своим друзьям и знакомым. Вот так вот, ребята. Так. Теперь останавливая демонстрацию, мы с вами переходим к вопросам и ответам, и если вы попросите, то еще и к калькулятору. А этот калькулятор мне пока надо вспомнить, где же он у меня лежит. Так. А пока у вас зреют вопросы. Да, считайте, что у вас такая есть фора для того, чтобы вам успеть задать вопросы, а я пока ищу калькулятор. Не подготовился, видите? Ну, ничего. Думаю, вы не упростите, что это небольшой брех. Так. Это я просто ищу свое видео по калькулятору, потому что ссылки на калькулятор у меня под ним. Вот я его нашел, и теперь готов вам его показать. Так, друзья, мы с вами как раз уложились в 25 минут, что я и прогнозировал. Так, давайте еще демонстрирую экран. Где, 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 где? Вот. Пожалуйста. Так, немножечко приплюсую, чтобы вам было видно. Вот, смотрите. Калькулятор, конечно, гипотетический. То есть нельзя сказать, что все будет именно так, потому что с какой скоростью будет развиваться именно ваша структура, ну, трудно предсказать. Все зависит от ваших умений, от вашего трудолюбия, прежде всего. Предположим, вы пригласили 20 человек лично в команду. Вот 20, да? 20. И предположим, каждый из участников вашей команды пригласит по 10. Таким образом, у вас всего будет в двух поколениях 200… Нет, не в двух, а вот в пяти поколениях. Причем поколение-то у нас бесконечно, но мы берем в калькуляторе только пять поколений. С первой линии вы получаете 20%, со второй-четвертой, то есть со второй, третий, четвертой, с трех еще вы получаете 10%, и с пятой и глубже линии вы получаете кэшбэк от 4 до 20%, до бесконечности. А теперь давайте посмотрим, сколько же вы получите. Если каждый человек будет тратить, где-то здесь это написано, по 20 тысяч рублей в месяц на протяжении 12 месяцев, то есть целый год, предположим, первый год у вас уходит на то, чтобы выстроить эту команду, а в следующий год у вас, вы начинаете с количества 2222 человека. Насколько это реально, я вам сейчас покажу на примере своего кабинета. Давайте прям даже продемонстрирую. Вот видите, это моя статистика. 2800 человек у меня за 2 недели, за 2 месяца и 1 неделю. То есть это вполне реально 2222 человека вырастить за год, потому что фактически это же не вы подписываете людей, подписывают не только вы, вернее, но и ваши люди. То есть это командная работа. Так вот, если посчитать следующий год, то вы будете зарабатывать, если мы уберем все те продукты, которых еще нет, микрозаймы, вот лицензиат включаем, кэшбэк от Билайна, от партнеров включаем, причем не только все, считаем, что каждый треть тратит деньги через партнеров, и только треть станет лицензиатами, то здесь все это учитано. Калькулятор наиболее приближен к реальности. В итоге получается, что вы потратите за этот первый год, когда вы устраиваете эту команду, нет, обманываю. Давайте еще раз внимательно. Каждый человек потратил по карте 20 тысяч рублей в месяц на протяжении 12 месяцев. Если вы за год выстроили эту команду, и в следующий год ни одного нового человека не приходит, просто все ваши люди тратят 20 тысяч рублей на протяжении 12 месяцев. Вы получите за следующий год 122 миллиона рублей только от транзакционного кэшбэка, 4 миллиона рублей за открытие карты по 400 рублей, которую платит Акбарс, от страховок 17 миллионов рублей, 92 миллиона рублей за премии от лицензиатов, доход от кэшбэка партнеров 36 миллионов рублей, ну и вот то, чего еще нет, мы с вами не считали. И общий доход составит 273 миллиона рублей. Миллиона рублей. Миллиона рублей. Ребят, это цифры могут немножко бить по башке, но дело в том, что я думаю, что вряд ли кто-то из вас имел структуру вот в таком количестве людей. То есть здесь все дело в количестве, понимаете? То есть сначала вы работаете на создание структуры, а потом созданная структура работает на вас. И деньги-то здесь не берутся из воздуха, они берутся из реальных продуктов. То есть здесь у каждого, у каждой выплаты реальная экономика продумана. Есть второй калькулятор. Предположим, количество людей в вашем окружении, включая родных, близких, коллег, с кем вы учитесь, и другое формула расчета всех людей, ну, неважно. 100 человек. Средняя сумма расходов на все расходы в месяц у каждого человека, предположим, 10 тысяч рублей. 50, 40, 30. Меньше 30 нет. 30 тысяч рублей. Всего у вас, если 100 человек в окружении, всего в двух поколениях у вас получится 100 тысяч 100 человек. То есть 100 ваши и 100 тысяч, и 10 тысяч, это те, кого привлекли ваши 100 человек. То есть если они, каждый тоже по 100 привлекут. Вот так посчитаем. Не 5 поколений, а 2 поколения возьмем. Эти люди будут тратить в месяц по 30 тысяч рублей каждый в месяц 303 миллиона рублей в месяц. 303 миллиарда. Нет, миллиона рублей в месяц. Сумма, которую будет бланк выплачивать вам, ну, вернее, нам в сеть всего, это полтора миллиона рублей. Итого за год он выплатит 18 миллионов рублей. То есть ваш пассивный доход от этой суммы составит всего лишь 10%. Ну, такие условия у нас. То есть 1 миллион 800 рублей в год. Пассивный доход почти 2 миллиона рублей в год. Это только чисто от одного продукта, а именно от самого, такого, казалось бы, мелкого, который у нас есть. Это транзакционный кэшбэр. То есть полпроцента от каждой транзакции. Ну вот, друзья. Так, останавливаю демонстрацию. Переходим с вами к чисто вопросам и ответам. Вижу, что в чате кто-то что-то написал. Так, Кирилл спрашивает. Я правильно понимаю, что ссылку даешь не на конкретный банк, а в целом на систему. Совершенно верно. Когда появятся новые банки, то моя структура сохранится, даже если они будут пользоваться услугами других банков в рамках лейка жид. Ответ краткий. Да. Вы совершенно правильно, Кирилл, поняли. Второй вопрос. По маркетингу линий в глубину всего 4, на других слайдах линий больше. По маркетингу линий в глубину бесконечно, но основной бонус, первый, до достижения вами миллиона товарооборота, не ежемесячного, а накопленного всего, только с 4 линий. С первой 20%, еще с 3% по 10%. Да, Олег пишет, что это бомба. Да, это бомба. Я поэтому и занялся этим проектом. Хотя кто знает меня давно, тот знает, что я, в общем, берусь обычно за проекты, куда входы дорогие. Инвестиционные проекты, там, где от 10 тысяч долларов, например, входы и так далее. Вот, казалось бы, такой бесплатный мелочный бизнес, где я за первые 3 недели 250 рублей заработал, что я здесь делаю? А вот то я здесь и делаю. Когда мы спалькулировали, мы посмотрели, какие здесь возможны доходы. Ребят, главное сейчас занять рынок. Это абсолютно бесплатно, поэтому почему бы это не сделать? По крайней мере, мы ничем не рискуем. Мы даже репутацией не рискуем. Не то, что деньгами. Почему мы репутацией не рискуем? Потому что здесь ничего не может соскамиться. Здесь ничего не может лопнуть. Понимаете? Вот, если банк лопнет, ну, соответственно, это же банк. Это один из крупнейших федеральных банков, который номер один в Казани и входит в двадцатку крупнейших банков по России, Акбарсбанк. Вот, если вдруг что-то с банком произойдет, то у нас программа страхования банков от ЦБ, вкладов от ЦБ. То есть в размере миллиона четыреста рублей мы застрахованы, нам деньги вернут. Поэтому, в общем, здесь репутационных рисков никаких. Ваши люди не могут потерять деньги вообще физически, в принципе. И вы, и ваши люди. Поэтому я думаю, что сто процентов стоит заниматься этим проектом. Так, друзья, я задам такой интересный вопрос. Пользуясь паузой в ваших вопросах, я задам вопрос. Вот смотрите, у нас сейчас 30 человек участников на презентации. Скажите, пожалуйста, по десятибальной шкале, насколько вам полезна была эта информация? Может быть, насколько вас она впечатлила? Насколько вы удовлетворены? Насколько вы действительно получили какой-то результат от того, что вы зашли на нашу сегодняшнюю пробную, между прочим, презентацию, первую в истории Лави Кэшбэк, когда лидер определенной ветки проводит презентацию для всех. По десятибальной шкале 10, 9, 8, 7, 6. О, ребят, спасибо за высокую оценку. Это прям меня мотивирует. Мне прям классно. Прям следующий вторник с удовольствием еще раз повторю для вас эту презентацию. Ну, конечно, немножко в другом виде, потому что я каждый раз экспериментирую, экспромт. Значит, 10, однозначно 10, 10, 10 с огнем, 10 плюс, 10, супер 100, 10. Все очень хорошо, понятно, доступно. А это и слайды такие, поэтому спасибо тем, кто сделал слайды. Молодцы. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Знал бы, что такая презентация будет, людей бы пригласил. Ольга, пожалуйста. А, кто? Василий. Нет, подожди, кто это? Андрей. Приглашай в следующий вторник. Ольга, 10, запись будет доступна? Да, запись я выложу. Куда бы мне выложить запись? Может быть, «Лови кэшбэк» в «Лови Ньюз», это наш основной канал выложит. Я, по крайней мере, предоставлю эту запись. Ну, по крайней мере, на моем канале по «Лови кэшбэку» эта запись будет. Как его найти? В Ютубе «Хохлатов Фэмили» называется мой канал. Ну, в общем, спросите у кураторов. Я думаю, там запись эту можно будет найти. 10, особенно калькулятор. А вот за калькулятор спасибо Артему, одному из наших топ-лидеров. В чат отлично. Обязательно нам надо еще про бизнес с вами посчитать. Посчитаем, Андрей, конечно. А в телеге нет вас? В телеге есть? Вообще, вы в интернете можете просто набрать Алексея Хохлатов, и вам обо мне все скажут. Вплоть до контактов. Только, друзья, сразу предупреждаю, что каждый из нас с вами подписывается в проект к тому лидеру, который вас пригласил. То есть, это этическое правило, соответственно, нарушать его никак нельзя. То есть, вы ко мне можете подписаться, только если я вас лично пригласил. Калькулятор нам доступен? Да, калькулятор доступен. Ссылки на калькулятор есть в чате «Lavi News». Их можно попросить освежить. «Lavi News» – это общий телеграм-канал для всех партнеров «Lavi Cashback», ссылку на который вы можете найти в личном кабинете. Сверху справа, там такой значок по телеграму, там два канала. Один по обучению, по подключению ТСП, а второй «Lavi News». Я попрошу сегодня менеджера, отвечающего за «Lavi News», опубликовать еще раз калькулятор. Если они источнят нужным, то они опубликуют еще и запись этой сегодняшней презентации. По крайней мере, я понял, что вы просите, да, друзья? А есть какие-то обязательные траты в месяц? Андрей, нет обязательных трат в месяц. Есть только одно условие, что если вы хотите получать все бонусы за вашу сеть, то вы должны потратить хотя бы 10 тысяч рублей в месяц через эту карту. Я еще раз повторяю, это бесплатно, то есть никаких абонентских плат нет, просто вы должны потратить через карту на 10 тысяч рублей. Но это необязательно, потому что если под вами никого нет, и вам не с чего получать, или там маленькая сумма, то вы можете ничего и не тратить. То есть никаких обязательств у нас здесь с вами не выступает. А 10 тысяч, сами понимаете, это как бы любой человек в любом регионе может себе позволить прокатить через карту или через онлайн-магазин какой-нибудь потратить. Ну что, друзья, не будем сегодня затягивать. 45 минут мы с вами вместе. Ну, минус 5 минут, которые мы раскачивались. Все-таки первый раз у нас сегодня с вами такое мероприятие. Поэтому достаточно, чтобы запись тоже не затягивать, я ее приостанавливаю. До новых встреч. Пока. С вами был Алексей Хохлатов. Субтитры сделал DimaTorzok